какое у вас есть тайное увлече спасибо спасибо поздравляю с наступающим днем рождения анастас анастас пусть бузу дунат а все остальное на насти ешь поздравляют чение которое вы скрываете от своей второй половинки порой я проделываю долгий путь домой разговаривая сам собой в машине о своих проблемах это похоже на самотерапию я вставляю в ухо один наушник чтобы люди думали что разговариваю по телефону меня это подрит и помогает избавиться от стресса до того как я приеду домой и смогу на что-то переключиться у меня я делаю какую-нибудь глупость которая ведет к тому что я что-то там рассыпала разлила или ударилась и я просто начала себя упрекать почему я такая и потом знаешь как-то становится спокойнее я такая типа я получила взбучку от самой себя и это и можно не злиться разумно я такой смотрю это как-то думал бы это булавка не откололась а то будет иглоукалывание птички целый альбом с ее неудачными фотографиями не то чтобы я прям скрываю это но эти фотки греют мне душу она на них такая глупенькая но в то же время такая красивая у тебя тоже есть коллекция моих разных фото ну они просто на телефоне или на компе я скинул просто твои странные фото там мои странные фото там все странные фото где я лохматая не накрашена с просония у моего мужа высокая чувствительность глютену если он съест кусок пиццы у него несколько дней будет болеть желудок а у меня все нормально так что иногда я говорю ему что иду на пробежку и бегу в пиццерию съедаю кусочек пиццы а затем бегу обратно я уже много лет пишу рад ну типа чтоб не расстраивать хотя ну блин как бы он должен понимать нельзя ему ну блин я не представляю что если б я тебе запрещала есть сладкое да мне надо с ним тоже ограничиться рассказы она думает что я работаю на компьютере но на самом деле я в этот момент пишу рассказ я не скрываю этого но просто не рассказываю никто из моей семьи не знает что я пишу рассказы к сегодняшнему дню я их написал уже 56 штук большинство из них коротенькие я засину все равно много раз их 56 штук значит они закончены ну это не что-то такое что может огорчить или это не знаю мне кажется это дело человека рассказать такому ли не рассказывать ну как бы да захочет расскажет мы увидят ну скажет ну да пишу ничего ты живу из допоздна чтобы ощутить тишину и покой о да я люблю свою девушку она офигенная я был бы несчастен если бы она ушла от меня но черт возьми как же я люблю побыть один к вид подга ну блин всем людям иногда хочется побыть одним чтобы их не трогали ничего с ним не делали я я люблю когда я дома одна че-нибудь чтобы дубнил она поняла спасибо спасибо и при этом заниматься всякими и менять ссылка всем здрасте всем хорошего дня что-то клеить вырезать красить блин накрасить это вообще такой сфэкшен спасибо за донат я делал нам эту схему но раньше мы делали так каждые три или около того месяца мы с ребятами просыпались утром якобы собирались на работу но вместо этого созванивались и съезжались позавтракать в каком-нибудь заведении позавтракав мы ехали к одному из приятелей домой и тусили у него около четырех или пяти часов мы все как ни в чем не бывало разъезжались по домам это по сути был единственный способ для всех нас нормально собраться вместе почти все мы знаем друг друга уже более 30 лет некоторые еще с детского сада я дважды говорил своей жене о своих планах на один из таких дней после чего она оба раза звонила мне и просила приехать домой пораньше по каким-нибудь не очень срочным делам так ну блять это какое-то не некрасиво нет я понимаю я понимаю они просто из нужды делают так чтобы им мозг не ебали что это блять такое они явно собираются не часто но я замечала это много раз допустим таня мне рассказывала когда с подругой своей встречается допустим ее муж всегда находит способ либо названивать либо присоединиться угали такой же там ну как бы да ну это чуть-чуть вы за сволочь и блять все настроение настолько по телефону в этом вылома все мозги чтобы человек сам уже не захотел никуда идти не с кем общаться захотел только пойти домой единственная когда единственная когда я звонил насти и заебывал ее и позвонил когда она гуляет когда я был в армии потому что мы банально не виделись этом в армии это шиза ну это в принципе единственный способ пообщаться еще и да и там еще и шиза может накрыть тебя от того что там находишься год и в итоге блять ну чё за скотина ты такая блять это человек встретил со своими друзьями детства просто хочет посидеть отдохнуть я ненавижу я ненавижу вот таких вот людей которые а чё-то там срочно надо у меня на работе таких хватает а пиздец быстрее или не не отвечаешь ау хую блять ты сука ни одна на работе ни одной тебе обязаны отвечать меня может не быть в кабинете интернет может где-то плохо ловить ёбаный в рот подождешь такие родители короче она там типа переделала все дела а собралась идти гулять все допустим я уже за ней выдвинулась вышел надо последний момент придумать какое-то дело чтобы человек не человека ждали либо сейчас я никуда не пойду мне вот тут дело придумали зачем так делать просто да так как это очень грустно ну да поэтому блин человеку приходится изворачиваться и обманывать правда жизни что всем на нужно личное пространство вне наших отношений семейных это действительно правда в этом нет ничего плохого если вы в этот момент чувствуете себя одиноким и опустошенным и вам нечем заняться когда ваш человек любил и встречается там с друзьями допустим за что с вами какая-то проблема вам нужно как-то заполнить это это не значит надо этому человеку мозг иметь да займитесь чем-нибудь не знаю друзей найдите себе идеальный вариант когда допустим муж там пошел выпить пиво там в баньку или на рыбалку с друзьями а ты там с подружками встретилась своими там и спас пленчат либо такая ванну там принимаешь с бомбочками с свинишком и там по телефону разговариваешь или смотришь там какие-то сериальчики это охренительно но я такой самый простой способ времяпрепровождение привела в пример если вам нечем заняться тогда когда вашему партнеру есть чем заняться отдельно вас а вам необходимо время отдельно друг от друга это залог нормальных отношений я знаю что это надо делать я тут понял что и наверное последние два или три года никуда без тебя не ходил и в принципе один нигде не тусил нет так-то я с тобой тебя в чаще всего и из и с собой брал и всегда предлагал но в последнее время просто-напросто нет таких людей с кем мне бы надо было тусить одному без тебя потому что были эти ограничения а так чё с валя и серёгой мы тусим у нас как бы вместе у меня вообще есть определенный способ времяпрепровождения которые я открыла для себя когда я еще училась где-нибудь в парке или сквере на свежем воздухе пристроиться где-нибудь на ладочке просто сидеть слушать музыку там что-то думать о своем там можете есть соцсетях может очень бы читать охренительная тема я вам говорю если по учебе там материал повторять ты один и по кайфу вообще я как бы вместе в магазин сходить можно и прочее но я по такой причине как раз в основном люблю ходить один потому что во первых я это делаю быстрее в том темпе в котором мне нужно а еще у меня играет музыка я хожу группу слушаю музыку и просто шляюсь я когда иду в магазин я сосредотачиваюсь только на магазине когда мы общаемся дохрена чё забываю либо ну а минус это что потом приходится все тащить самой либо просто да куда-нибудь идти в там куда-то идешь по улице или еще что-то по делам и с музычкой выбил платину в элдин ринге и тут ваш стрим по такому поводу ловите две ссылки ссылка ссылка спасибо за донат так что нам пришлось мутить все это втихую я не знаю можно ли считать это тайным увлечением но когда он приходит домой с работы я притворяюсь спящий ведь так он всегда целует меня в лоб у меня была девушка которая делала что-то это мило это странно это мило я не знаю может считать тайным увлечением подобное она притворялась спящий но как правило ложилась она на моей стороне кровати чтобы я поближе к ней прижимался так продолжалось почти год пока не сказал ей на ушко если хочешь пообниматься просто скажи есть стало любопытно откуда я знаю что она притворяется что спит все просто во сне она храпит и пускает слюни совсем чуть-чуть когда я сказал ей об этом она на меня взъелась ухти пудечки сказал правду я работаю до ночи каждый раз когда я поздно ночью иду за продуктами такое случается раз или два в месяц потому что моя жена забыла что-то купить я бросаю в корзину банку мексиканской содовой за 70 центов чисто для себя эту содовую покупал мне мой отец в особенно тяжелые дни когда я был мелким и помогал ему на стройке это мое маленькое напоминание о нем когда я одна я включаю я такая покупаю себе воду за 20 рублей потому что очень захотела пить пока шла там магазин такая думаю так что с этими расходами делать музыку делаю затяг ложусь на пол и представляю что живу другой жизнью траву я начала курить совсем недавно когда получила рецепт от врача а так это то что я делала всегда я представляю себя персонажем фэнтези какого-нибудь романа боевика и так далее я не знаю зачем я это делаю но это то что всегда помогало мне успокоиться сосредоточиться иногда я встаю и начинаю танцевать в детстве надо мной часто издевались и мне нравится думать что таким образом я помогаю себе исцелить своего внутреннего ребенка но вообще я делала так с самого детства и это было единственное детское развлечение которое могла себе позволить иногда возвращаясь домой после работы я беру себе какой-нибудь фастфуд останавливаюсь в парке включая на мобиле нетфликс сижу хаваю и чили в одиночестве я сижу так пока не почувствую что отпустил всю ту жесть которая происходила в тот день в больнице иногда у меня уходит на этот час или немного больше офигенное времяпровождение которое также помогает мне не нести домой к любимый весь этот негатив она в то же время думать что я в тот момент все еще на работе я момент момент не это вот они момент господи возможно способ не грузить своих близких и расслабить самого себя чтобы не сойти с ума вообще когда ты работаешь людьми особенно с больными людьми а тебе очень необходимо время побыть в одиночестве опять же я знаю мне просто бывает когда мы стримим долго-долго стримим прочее болтаем болтаем туда-сюда мы когда заканчиваем стрим не просто хочется посидеть и помолчать что-то меня не трогали я ни с кем не говорил потому что ты устаешь ты от этого все равно от того что много говоришь я постоянно разговариваю сама с собой сейчас я по сути сама себе лучший друг так что всякий раз после свидания с парнем возвращаясь домой я тупо пересказываю себе все в деталях будто рассказываю подруге о том как все прошло когда я радуюсь чему-то или меня наоборот огорчает что-то что он сделал или сказал я просто записываю свои рассуждения в снэпчат выплескивая все наружу после чего я сохраняю видео перекидываю его в защищенную папку и удаляю все из снэпчата классно что у меня есть я и я всегда рядом если мне нужно с кем-то поговорить и мне не нужен фидбэк я могу просто поговорить сама с собой лол если парень когда-нибудь узнает дружба для взрослых когда нет времени видеться и всех полно своих проблем сама сама себе никогда не откажешь в общении об этой секретной папке он снова проживет все наши отношения с самого начала но только увидев все это с моей перспективы и увидит как я убого плачу или подшучиваю над ним а еще он вероятно подумать что я поехавшая ну тут уж как как повезет фиг его знает что он за человек я качаюсь под бритни спирс а я качаюсь под саундтрек из джеймса бонда я всегда начинаю с фильмов с дэниелом крэйгом потому что в казино и рояль он такой мощный и подкачанной вероятно это мое самое стыдное признание я ща умру от смеха мое тайное увлечение когда никого нет дома танцевать под музыку знаю это странно но мне нравится чувствовать себя сексуальный во время танца ничего странного вполне обычно порой я даже залажу на кухонный стол и пробую соблазнительно танцевать на коленях когда мы ходили на там терапия уверенности в себе одобряю да это как в том самом фильме который мы вчера смотрели у меня сне тайное увлечение я чтобы его посмешить и смешно танцую потому что я не умею танцевать некрасиво не сексуально я просто делаю какие-то стрёмные движения и он кринжует и смеется да нет и сексуально умеешь танцевать я до сих пор помню то не бата ход я просто вспомнил вчерашний фильм что мы смотрели подгружаю уверенность в себе танцы я все время твердила своему парню что я не умею танцевать тверкать и все в таком духе в основном потому что в присутствии знакомых людей я очень смущаюсь и выгляжу как дура хз но это первое о чем я подумала прочитав тему трэда у меня всегда так было когда меня тянут потанцевать и я знаю что я не умею танцевать и мне стрёмно от это подеревенел да 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 но все решает щепотка алкоголя и веселого настроения и потихонечку тебе становится насрать танцующие вокруг люди до танцует для него он кайфанет и будет хотеть еще я тебе точно говорю раз два месяца я беру выходной он думать что я на работе а на работе думать что я болею дома мне просто нужен покой и тишина один из моих учителей старших классах так делал он называл такие дни днями психического здоровья однако он сказал нам что ему следует поосторожнее быть с этой практикой чтобы ненароком не потратить таким образом все свои больничные дни в будущем я определенно буду делать то же самое я скрываю то что материалы для моего хобби стоят дороже чем он думает ты тоже занимаешься вязанием лол я притащивший домой кучу компьютерных составляющих да взял их на распродаже на барахолке за копейки с таким же успехом можно было найти их на помойке так дай-ка я аккуратно разложу все эти не распечатанные коробки и проверю нет ли на них признаков брака или повреждений такой прихожу там такой прихожу домой это с 30 80 какой-нибудь подарили почти за бесценок забрал но на самом деле это немножко грустно да потому что видимо половинка обесценивает значимость для человека любимого этого хобби и поэтому приходится скрывать да это нехорошо это может выйти в итоге в что-то нехорошее либо он что-то как-то разозлится когда-то либо она узнает и начнет его пилить и ругаться видимо уже были прецеденты но в плане можете с этим конкретным человеком но с другим но с другим близким человеком и не хочется таскать обострять ситуацию да я знаю сколько стоит на с моим хобби теперь гораздо проще все что мне надо я могу брать и покупать потому что мое хобби это то чем мы сейчас занимаемся я нюхаю его одежду ничего крипового я не нюхаю его трусы но когда он разрешает не одолжить его рубашку или свитер я надеваю их и просто наслаждаюсь его запахом насколько я помню такого не было когда мы только начали встречаться с момента начала наших отношений прошло уже более двух лет и насколько я помню я делаю так всего лишь около 7 месяцев он очень-очень вкусно пахнет мы женаты уже да и я тут вспомню что ты иногда иногда говоришь что вкусно пахну да вкусно пахнущий мужчина видимо это у вас у женщины такой прикол со временем формируется потому что изначально у тебя тоже не было такого всегда был вкусно пахнущим мужчиной а ты просто не говорила мне но никогда ты летом с работы приходишь когда следом летом с работы приходит кто угодно не может вкусно пахнуть только если он не занимается фасовкой духов хотя там мне кажется может быть скорее отвратительный запах уже 37 лет но моя жена до сих пор испытывает желание надеть поспать в той рубашке в которой я ходил весь день потому что она пахнет тобой мы начали встречаться в декабре 1980 года и я до сих пор без ума от этой женщины как же мне повезло моя женщина каждые несколько недель гоняет на работу так что я частенько остаюсь дома один и в такие моменты я вообще не хочу есть ничего полезного я практически каждый день жру фастфуд плюс точу много конфет я ложусь на кровать и гамаю видеоигры до 7 утра когда моей женщины нет рядом я превращаюсь в отвратительнейшего человека ха ха моя задала подросток который уехали родители да ну зато что он расслабляется отводит душу и не вижу в этом ничего плохого особенно ну как бы и тем более если он допустим не скрывает это от нее хотя может она просто ругается на него то что он живет конфеты и фастфуд я жена редко уезжает из города но когда она все-таки уезжает то я заказываю пиццу крылышки мороженое и 48 часов подряд играю видеоигры есть у моего мужчины есть проблемы связанные с едой набором лишнего веса если в доме есть какие-нибудь снеки особенно конфеты он не может удержаться и съедает причем съедает все сразу за очень короткий промежуток времени затем он испытывает чувство вины за то что он столько всего съел и в течение некоторого времени от нескольких дней до нескольких недель он сильно проседает психологически у меня такой проблемы нет но я могу тоже все все вкусное сладкое сожрать быстро но я себя контролирую но я не есть такая проблема но она в основном связана с всякими снеками типа чипсов но я не чувствую никакого угрызения совести ну сожрал эти конфеты и сожрал просто не покупаешь если просто есть такая штука если я сладкое не покупать домой то я его и не буду есть просто в последнее время я привык его покупать и что дома есть что-нибудь сладенькое я даже не знаю хорошая это привычка или нет в общем у меня есть тайник со снеками чтобы я могла сама их есть в умеренных количествах мой мужчина знает о его существовании но не знает где он находится читаю фанфики честно говоря не даже не с любовной подоплекой как правило это просто глупые маленькие рассказы про героев с которыми я себя ассоциирую я работаю в научной сфере так что весь день не приходится читать всякие интеллектуальные статьи и книги и от меня ждут всяких умных мыслей поэтому когда я прихожу домой меня уже выворачивают от нормальных книг а вот фанфики самое но но я стесняюсь сказать об этом своему парню поэтому скрываю свое увлечение максимально просто беспойну типа не напрягающая мозг фигня моя жена помешана на здоровом питании поэтому когда мы едим курицу обычно это всегда грудки что в принципе ок но я очень скучаю по своим любимым частям курочки а именно по темному мясу поэтому когда у меня выходной она на работе я заказываю себе две курицы гриль и иду в город я сжираю их как пещерный человек просто чтобы снова почувствовать себя живым и избавиться от всех улик до ее прихода домой я аж курицу гриль захотел вы знали что вас удобно слушать как радио иногда многие люди рисуют под нас да когда он спит рядом со мной я начинаю с собой играть я протестила эту идею с ним пару лет назад чтобы убедиться что он нормально к этому отнесется хотя на самом деле он меня никогда не ловил с поличным отчего это становится еще прикольные маленькая извращенка моя девушка тоже так делает а я подыгрываю ей будто я сплю а потом в течение дня я говорю и об этом между делом и она начинает наигранно смущаться она считает что она делает это максимально скрытно я с удовольствием принимаю участие в ее играх но иногда людям просто нужно уединиться и если для этого придется уснуть то почему бы и нет хотя я не могу назвать это тайным увлечением но это одна из тех немногих вещей о которых я не рассказываю своей жене я сердобольный человек у меня все время за всех болит сердце моя жена всегда злится когда я раздаю одежду помогаю деньгами или едой бездомным да и вообще помогаю нуждающимся людям она считает что если бы все было наоборот они бы мне не помогали я говорю и что мне на это плевать ну как бы да она по факту права но опять же ему плевать и он просто хочет помочь видимо человек в этом плане альтруист бывают такие люди есть делать добрые дела нас на районе есть чел который все время стоит возле данкин даннс я уже почти год регулярно покупая ему кофе и пончик и болтаю с ним у меня редко бывают наличные но иногда когда у меня с собой есть мелкие купюры я ему их подкидываю я никогда не говорил об этом своей жене большое спасибо интересно и как я и думал будет и забавные в основном забавные приколы интересные спасибо за просмотр б и и которую чит и